Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженным. По данным управления Роспотребнадзора по Республике существует, выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске 65 случаев. Осложняется ситуация в Иссалданском и Чуропчинском области, где выявлено по 5 случаев. Более или менее стабилизируется ситуация в Ниге на Кангаласском улусе. Тем не менее, об этом нельзя сказать об увеличении случая в Сунтарском улусе. В Кангаласском улусе также идет увеличение случаев до 4. И осложняется ситуация в Амгинском и Намском улусах, где выявлено по 3 случая с большим кругом контактов. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Вилюйском и Ниге на Кангаласском улусе, в которых выявлено по 2 случая. И также по одному случаю выявлено в Алданском, Верхневилюйском, Верхоянском, Аймеконском, Мирненском. За сутки лабораториями управления Роспотребнадзора и учреждением здравоохранения Республики проведено 2876 исследований. Всего обработано за весь период на длине 1 миллион 95-217 тестов. Учреждения здравоохранения продолжают иммунизацию населения. На 25 мая 2021 года в Республику поступило 154,084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня первая доза привита у нас в Республике 136 929 человек. Необходимо обратить внимание на то, что вакцина поступит и на этой неделе, и при этом ответить на вопросы тех граждан, которые говорят о сложившейся ситуации по иммунизации. На настоящий момент основная вакцинация у нас проходит в городе Якутске, в Мигеноком, Галасском улусе. И, соответственно, поступающие очереди, которые у нас есть в Нюрнгринском, Валданском, Мирнинских улусах, будут также непосредственно удовлетворены по требованиям по иммунизации. И, соответственно, вакцина в ближайшее время в эти улусы поступит. Я хочу добавить разъяснение по обязательной вакцинации в нашей Республике. Мы знаем все, что с начала апреля у нас стала по всей Республике Саха-Якутия санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции напряженной. В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы, а на сегодняшний день наибольшая заболеваемость регистрируется среди взрослого населения и работающего населения. И нет четкой тенденции к снижению заболеваемости. Поэтому мною, главным государственным санитарным врачом по Республике Саха-Якутия, 19 мая было вынесено мотивированное постановление главного государственного санитарного врача по иммунизации населения. В это постановление включены обязательные рекомендации всем работодателям, что они должны привить своих работников. Существует национальный календарь профилактических прививок по эпид-показаниям, на основании которого мы сегодня работаем и начали проводить тотальную вакцинацию взрослого населения нашей Республики. Но, как сказала Ольга Валерьевна, план у нас провакцинировать 70% взрослого населения Республики Саха-Якутия. На начало мая у нас было привито по Республике более 120 тысяч взрослых людей. И сейчас у нас стоит в плане в первую очередь провакцинировать 70% взрослого населения в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Вот, к примеру, за последние 4 дня мы по городу Якутску и Мегино-Кангаласскому району привили около 18 тысяч человек. Я хочу отметить, что обязательной вакцинацией подлежат некоторые категории граждан работающего населения. Такие, как в первую очередь медицинские работники, которые работают в очагах инфекционного заболевания. Это работники образования, социальной сферы. Это работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве, жилищно-коммунального хозяйства. Это наши силовики, но и в первую очередь, конечно, это наши пожилые люди старше 60 лет. Лица с хроническими заболеваниями, которые подвержены в первую очередь заражению и тяжелым формам заболевания. Поэтому, согласно постановлению главного госсанврача, теперь все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию своих сотрудников. Это касается не только государственных и бюджетных учреждений нашей республики, но и индивидуальных предпринимателей и руководителей тех федеральных организаций, которые работают здесь, на территории республики Саха-Якутия. Поэтому всех призываю, руководителей организаций и предприятий, вообще населения нашей республики, мы должны активно пройти этот курс вакцинации, потому что у нас неблагополучие по всей территории. И нам нужно в краткие сроки про иммунизацию сделать население, чтобы выработался коллективный иммунитет, и чтобы мы в лето, к осени вошли уже с большой иммунной прослойкой.